Существует ли единоверная формула? В математике возможно, но не на дипломатической арене. Мирный план на исходе третьего года российско-украинской войны не предлагал только ленивый. Китай, Бразилия, Турция и даже Дональд Трамп, похоже, знают, как завершить агрессию, которую начала Россия. Индия тоже заявила, что хотя не составила собственный мирный план, постоянно общается с Киевом и Москвой, передавая информацию от одной стороны другой. А все потому, что 24 февраля 2022 Путин начал никакую не СВО и даже не российско-украинский конфликт, а настоящую третью мировую. Российско-украинская война имеет же не только оригинальное, но и глобальное измерение. Это начало третьей мировой войны или первая фаза третьей мировой войны. Поэтому, конечно, эти страны не могут оставаться в стороне. Они уже являются субъектами этой третьей мировой войны. И все признаки этой третьей мировой войны, они налицо. Первым и основным признаком это формирование двух конфронтирующих мегаблоков. Это западный блок, да? Глобальный запад и глобальный юг. Вот мы сегодня видим эскалацию между этими двумя субъектами третьей мировой войны. Поэтому это вполне вписывается в то, чтобы занять на вот этой первой фазе эскалации, занять наиболее выгодную позицию для дальнейшей эскалации и принуждения противника к своим условиям в соответствии со своими интересами. Китай и Бразилия на сентябрьской сессии Генеральной Ассамблеи ООН презентовали свой мирный план для России и Украины. Для этого они созвали международное совещание, на котором приняли участие 17 стран. План под названием «Друзья мира» представили как консолидированную позицию глобального юга по прекращению войны в Украине. На самом деле новый план – это сокращенные 12 пунктов мирного плана Си Цзинпина, который Китай представил в феврале 2023-го. План Си Цзиньпиня не сработал с 12 пунктов. Си Цзиньпинь даже, вы знаете, турне по Европе провел, и ничего это не дало ему. Они оказались проиграющими в этом поиске инструментов конфронтации, которые как бы называют план мира. Но это никакой не мир. Это стремление получить более выгодную стратегическую позицию в этой конфронтации. На словах Китай поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Однако в плане об этом почему-то ни слова. Зато он содержит другие пункты. Например, Китай предлагает придерживаться трех принципов деэскалации. В пространной форме этот пункт предполагает прекращение боевых действий, недопущение обострения конфликта и его распространения на новые территории. Что это значит на практике, китайская дипломатия умалчивает. Однако эксперты объясняют это прямое подыгрывание интересам России. Прекращение боевых действий. Что оно решает? Прекращение боевых действий. То есть создать ситуацию статус-кво. Когда Россия имеет стратегическую инициативу, она, конечно, будет использовать и в этом переговорном процессе. Это сильная позиция. Потому что сегодня Россия имеет сильную позицию. Мы отступаем, она наступает. Но при этом не говорится о территориальной целостности. Что Россия не только должна остановиться, она должна вывести свои войска. Об этом ни слова нет. Дальше друзья мира предлагают диалог как единственный путь. То есть обе стороны конфликта должны признать, что диалог и переговоры остаются единственными возможными средствами решения кризиса. Этим способом авторы мирного плана могут воспользоваться, когда на них в подворотне нападет грабитель. Никакого сопротивления, только диалог. В качестве пространства для диалога Китай и Бразилия предлагают мирную конференцию, по аналогии с Парижской мирной конференцией, которая положила конец Первой мировой войне. Только тогда державы-победители подписывали договор с побежденными государствами о капитуляции. А в китайском плане ни слова о необходимости России капитулировать. Германия, которую разбили в Первой мировой войне, она же не выступала стороной этого. Она просто вынуждена была капитулировать. Речь там шла о капитуляции и послевоенном устройстве Европы. Вот о чем шла речь. Но они же не имеют в виду эту конференцию. Такую конференцию, что да, Россия будет должна капитулировать, выполнить условия Украины и международное сообщество, да, и решить послевоенное устройство отношений России с Украиной и всей Европой. Об этом же не преследуется в этом мирном плане. Также план предусматривает защиту гражданского населения, то есть стороны обязаны воздерживаться от нападений на гражданские объекты и мирных людей. При этом игнорируется, например, тот факт, что Россия установила антирекорд по ударам по Украине, запустив по мирным городам почти 1400 дронов в сентябре, когда этот план и презентовался. Кстати, мирная формула Зеленского тоже предусматривает защиту гражданского населения, равно как и Женевские конвенции, которые Россия открыто и неоднократно нарушает. Это гуманитарный блок, конечно, они как бы соревнуются с планом мира Зеленского и саммитом мира, потому что там тоже речь идет. Третий вопрос там был гуманитарный, то же самое. Поэтому это тоже, кто же будет протестовать против права человека. Есть международные конвенции о защите гражданского населения. И тут они посылаются на конвенцию для того, чтобы привлечь больше сторонников вот этого глобального юга. Следующий пункт – противодействие использованию оружия массового уничтожения. Согласно международному законодательству, любой мирный план должен начинаться с вывода войск страны-агрессора, возвращение оккупированных территорий и расчеты репараций за нанесенный ущерб. Однако, видимо, не в том случае, когда агрессор упорно грозит затертой ядерной кнопкой. Ведь российские ядерные угрозы уже давно похожи на синдром Туретта. Это не блин. Пункт о противодействии использованию ядерного оружия китайцы включили исключительно потому, что тоже боятся взлететь на воздух. Китай, Индия и другие страны понимают, что применение ядерного оружия – это открытие, знаете, ящик Пандоры. Потом уже никто не будет соблюдать договор о распространении ядерного оружия и все такое. Это цепная реакция для большой ядерной войны. Китай этого не хочет, другие страны этого не хотят, поэтому это всеобщих интересов, этот пункт, который привлекает даже такие нейтральные страны, как Швейцария присоединилась к этому плану. Кроме того, план предполагает охрану мирных ядерных объектов. Напомним, россияне захватили Запорожскую АЭС 4 марта 2022-го и с тех пор периодически устраивали на ядерном объекте веселые эстафеты на танках. Однако в мирном плане этот факт тоже упущен. Это тоже взято из плана Зеленского и саммита мира ГНБ. Но там же сказано больше в резолюции саммита мира, что Россия должна освободить, перепередать под управление Запорожской атомной электросанкции. Но этого же тут почему-то нет. Последний пункт предлагает установить международное сотрудничество в ключевых секторах. Предложено совместно поддерживать сотрудничество в энергетике, финансах, торговле и транспорте. Этот пункт Китай снова писал в своих интересах. Обе стороны призывают совместно поддерживать международное сотрудничество в энергетике, финансах, торговле, зерном, транспорте. Поддерживать безопасность ключевой инфраструктуры, нафты, газопроводов, энергетической системы и так далее. Да, конечно же, и Китай, и другие страны заинтересованы, потому что в условиях глобализации, да, все очень повязано. Все структуры глобальные, инфраструктура глобальная, энергетика, все. И более того, эти страны, как Китай, они же заинтересованы в получении западных технологий. Представленный план скорее служит иллюстрацией желании сохранить статус-кво агрессора и отвлечь внимание от основной цели – справедливого и долговременного урегулирования, которое учитывало бы интересы Украины, пострадавшей от агрессии. Тем не менее, эту так называемую инициативу глобального юга поддержали не только Венгрия, но и нейтральная Швейцария. На словах, хороший и правильный план не только не защищает интересы Украины, но может содержать и скрытую угрозу. Так, план не содержит пункт о выводе оккупантов с временно захваченных территорий. А значит, агрессор сохраняет контроль над оккупированной частью Украины. Мы будем стремиться к демилитаризации и денсификации Украины. По сути, если следовать этому плану, Украина получит на своей территории замороженный конфликт, что будет препятствовать вступлению в НАТО. А это могло бы стать единственной гарантией безопасности реального мира в Европе. Не этого ли добивается Путин? Путин говорил, да, мы готовы сесть за переговоры, за стол переговоров. При условии. Первое. Украина должна вывести свои войска с четырех оккупированных областей, которые уже введены в конституционное поле и являются территорией Российской Федерации. И это что означает? Что любое наше действие на этой территории будут расстреливаться Россией как агрессия. Потому что это уже, как они считают, территория России. И нарушение территориальной целостности России. Вот первое. Войска должны уйти. Украинские. Не только с Донбасса, а и с Херсона тоже. Запорожской области и так далее. Это первое. Второе. Второе что? Разоружение Украины. Третье. Это нейтральный статус. Так Россия получает возможность дальше терроризировать украинское население в оккупации и продвигать там свой русский мир. Без канализации и водопровода, как они уже продемонстрировали в Донецке и в Мариуполе. Впрочем, не только там. В 1991 году Россия воспользовалась ситуацией в Южной Осетии для того, чтобы дестабилизировать регион и ослабить позиции Грузии. При этом Кремль не упустил возможности извлечь выгоду из конфликта. Он не только поставлял оружие осетинским и абхазским группировкам, но и одновременно продавал вооружение грузинской стороне, тем самым усугубляя конфликт. В 1992 году Россия направила в Абхазию почти две тысячи солдат. В результате более 250 тысяч местного населения были вынуждены покинуть свои дома став беженцами. Российские минные поля привели к гибели более 700 человек. Острая фаза войны 2008 года длилась всего пять дней. Однако последствия были тяжелыми, почти 400 военных с обеих сторон и сотни гражданских лиц погибли. Несмотря на то, что Россия не спешила аннексировать эти территории, она активно раздавала их жителям свои паспорта. За 14 лет российского присутствия в этих территориях многие населенные пункты так и не получили необходимое инфраструктурное улучшение. Например, во многих районах до сих пор нет асфальтированных дорог, что затрудняет транспортное сообщение и доступ к основным услугам. Кроме того, в селах по-прежнему отсутствует централизованный водопровод, и местные жители вынуждены полагаться на общественные колонки для получения питьевой воды. Кстати, для урегулирования российско-грузинского конфликта тоже предлагались мирные конференции. Совсем как во втором пункте китайско-бразильского плана. План Медведева-Саркази во время восьмидневной войны российско-грузинской, там тоже мирная конференция должна решить. По Брест-Днестровью тоже, в планах по урегулированию Брест-Днестровью тоже есть мирная международная конференция. Хочу, не будь. Это проведено было в плане этой международной конференции. Нет, только прекращение огня произошло, и все забыли об этой международной конференции. Чтобы лучше понять, к чему приводят мирные договоренности с Россией, можно посмотреть на Республику Ичкерия, которую теперь контролирует шайка прокремлевских бандитов. А ведь в Первую Чеченскую войну ичкерийцы обыграли россиян. Россия компенсировала свое побитое статус-кво за счет мирного населения, в результате чего более 40 тысяч гражданских лиц были убиты в Чечне. Кроме того, так называемая Федеральная служба безопасности России ликвидировала харизматичного лидера республики Ичкерия Джохара Дудаева, который четко осознавал истинную природу русского мира. Ичкерия поубровила немножко аппетиты, но не приостановила. В Крыму еще будет бойня. Украина еще схлестнется с Россией. На непримиримых. Пока русизм существует, он никогда не откажется от своих. Убийство Дудаева произошло всего за 4 месяца до подписания Хасавюртовских мирных соглашений. Совместный мирный договор был подписан 31 августа 1996 года, а уже 7 августа 1999 года российские войска вновь атаковали Чечню. Поскольку у них было время подготовиться и учесть прежние ошибки, Ичкерия была порабощена. А управлять ее поставили послушного сатрапа, который получает за свои услуги немалые деньги. Зато местное население хорошим уровнем жизни похвалиться не может. Данные по уровню бедности в Чечне существенно превышают общероссийские показатели. Каждая третья семья в захваченном России и регионе живет за чертой бедности, то есть получает меньше 13 тысяч рублей в месяц. Это около 140 долларов. Помимо постоянного финансового потока из Кремля, Кадыров также получил полную безнаказанность в своих действиях. Масштаб его злоупотребления властью оказался настолько велик, что еще в 2013 году США ввели против него санкции за систематические нарушения прав человека в регионе. Именно поэтому так называемый мирный план Китая на самом деле является военным планом России, который только помогает агрессору нарастить силы в будущем. Мирный план Китая и Бразилии не нашел всеобщей поддержки в Европе. Кроме того, он вызвал критику США, ведь документ, якобы созданный, чтобы закончить крупнейшую агрессию в Европе со времен Второй мировой войны, не содержит упоминаний об уставе ООН. Об этом напомнил госсекретарь США Антони Блинкен. «С нашей точки зрения, любое предположение, любой план, который четко опирается на принципы устава ООН, в частности, на территориальную целостность, суверенитет, независимость, это то, на что стоит обращать внимание. Пару дней назад в Совете Безопасности я весьма четко заявил о том, что мы и большинство других стран считаем основой для справедливого и прочного мира» госсекретарь США Антони Блинкен. В Украине заявили, что такой план является деструктивным, и он был заранее согласован с Кремлем. У официального Киева существует своя формула мира. «Для нас справедливый мир и справедливые переговоры – это наши требования. Выведение войск российских до 1991 года, да, они в формуле мира Зеленского четко там позначены, я не буду это повторять, кроме прекращения боевых действий». План мира Зеленского и второй саммит мира вряд ли приведут к прогрессу в переговорах с Москвой. Ведь свою позицию Россия сформулировала еще 17 декабря 2021 года, за два месяца до полномасштабного вторжения в Украину. Тогда российский МИД опубликовал проект соглашений с США и странами НАТО. В проекте прямо сказано, что страны НАТО якобы должны были принять обязательства по нерасширению Альянса, в том числе за счет принятия Украины, а также других государств, например, Грузии. А 24 февраля 2022 Россия решилась буквально перекроить мировой порядок, который установился после Второй мировой войны. И убедить ее отказаться от таких планов дипломатическим путем сегодня невозможно. Это можно сделать только на поле боя.